Сейчас на улице по какашкам определяют хозяина? Да, да. Прям столько крутых кейсов, прям мега. Поставьте лайк, а мы вернемся к друзьям. Та-да, а у нас новые адресники. А в этом видео мы вам поведаем, у нас в городе убивают животных за бабло. У нас платят сотрудникам за убийство бездомных животных, в отличие от других городов, в которых платят за поиск нового дома для животных. Все, самый счастливый парень. Бревно схватил в зубы, и самый счастливый. А мы самые счастливые, потому что нам посчастливилось познакомиться с Василием, представителем интереснейших проектов. Поэтому досмотри этот видос до конца и напиши в комментариях, тебя также впечатлили эти крутые-крутые стартапы, а где-то уже не стартапы, а серьезно продвинутые проекты. А собаки у нас-то теперь и с чипом, и с GPS-трекером, и еще и теперь с адресниками, крутыми адресниками, с QR-кодом, который сканируешь, и приходит геолокация, где сейчас твоя собака. В общем, смотри, кайфуй, просто жесть полезна. Главное, чтобы с животным было чипировано, главное, чтобы у него был хороший чип с правильным кодом, и обязательно, чтобы с животным было зарегистрировано, в нашем случае это система Animal ID Info. Как мы говорили, то есть чип самый надежный идентификатор, но проблема в том, что он под кожей, и его не видно. Поэтому есть адресники, да, есть привычные адресники, когда люди делают адресник просто с номером телефона. Но это уже вчерашний день. Сегодня есть адресники с QR-кодом. То есть у животного есть уже, может быть, цифровой профиль, как мы говорили, когда животное чипировано, оно заносится в систему Animal ID Info. И вот как раз в этой системе к профилю животного можно присоединить также вот такой красивый адресник. Вот мы на сайте Animal ID Info. Мы нажимаем большую кнопку зарегистрировать животное. То есть если есть микрочип, мы его сразу вводим. Если чипа нету, мы здесь выбираем «Нету». Выбираем «Добавить QR-адресник». Мы вводим номер жетона. У нас номер жетона ВЦТ-37141. Теперь все в курсе, как найти лекция. Да, можете заходить, посмотрите, как выглядит профиль. Ну, дальше мы нажимаем «Продолжить». Значит, вводим информацию о животном. Регистрация максимально простая. Сейчас всё демонстрировать не будем. Маленько напрягитесь, ребят. Нужно будет указать кличечку, дату рождения, вид собаки. В общем, панели, панели, панели. И также здесь есть родословное. Если в системе внесены папа, мама. Братья и сестрички тоже, да? Да, тогда это будет как одно родословное дерево. Можно будет зайти на профиль папы, мамы и тоже посмотреть. Круто. Ну и кнопочка «Связаться с владельцем». Здесь вы можете указать свой телефон, имейл и сообщение. И тогда придёт человеку-владельцу информация. На нём уникальный QR-код и номер. Этот QR-код любой, считав смартфоном. Сейчас большинство уже телефонов даже не нужно качать отдельное приложение. Обычной камерой распознаётся QR-код. То есть это не отдельное приложение для собак, для адресников? Нет, это либо камера, либо обычное приложение для QR-кода. Фактически там просто уникальная ссылка. Человек просканировал этот QR-код, и он попадает на тот же профиль животного, откуда он может связаться с владельцем. Но это ещё не всё. Эти адресники... Есть ещё такая функция, что владелец сразу же на электронку получает уведомление, как только кто-то считает QR-код. И даже с карты, с GPS-локацией, с телефона... Где сейчас скачали? Где это было считано, да. Это очень прям сильно. Да, и получается, когда люди уже между собой сконнектились, то человек уже знает, где именно его животное. То есть они просто встречаются. То есть это даже в случае не особо добросовестных, добрых людей, если нашли и считали, и не собираются отдавать собаку, пришло оповещение, ты уже в курсе, где собака твоя находится. Да, да, да. Очень круто. Всё, проверяем, как работает. Собачка наша зарегистрирована. Сканируем обычной камерой. Ну, вроде... Вот, сканируем QR-код, видим... Просто без приложения, просто камера открыла? Просто камера, да. Сверху выскочила в сафари. Ну, если вот здесь окей, вот так человек попал сразу на профиль животного, здесь есть возможность связаться с владельцем, информация та, которая открыта, да, если настроить в профиле конфиденциальности, открыть больше данных, тогда здесь будет сразу же и телефон, и имя. Ну, и можете проверить у себя, у вас уже на почте должно быть письмо из GPS-локации, место, где мы просканировали. Круто. Вот, и можно теперь перейти в профиль, в профиле посмотреть увеличенную карту, в профиле есть, сохраняется история всех сканирований жетона из локации. И здесь у нас история сканирования QR-адресника. И вот мы видим то, что мы только что просканировали. Жестко. Очень круто. Плюс адресника, это, ну, основные плюсы, во-первых, то, что это цифровой профиль. Ты, может, поменялся телефон, обычный адресник можно выбросить. Тут ты просто заходишь и меняешь номер телефона в профиле. Второе, это визуальная идентификация, да, то есть микрочип под кожей, тут мы видим адресник, просканировали, или мы можем зайти на сайт Animal ID Info, он здесь указан, и продиктовали номер уникальный через администратора или через строчку поиска на сайте, и также вышли на владельца животного. У нас с такими жетонами в Украине уже около 30 тысяч животных. И мы просто видим, как это работает, иногда людям люди говорят, зачем лучше обычный телефон, это проще, кто там будет сканировать. Еще записочки привязывают. Да, да, да. Как показывает практика, очень хорошо работает, если кто-то не понимает, что такое QR-код, он спросит у того, кто понимает. Это проблемы не вызвало еще ни разу. Плюс это работает за границей, все, что нужно, это интернет. То есть в любую страну, куда бы попали? Конечно, это ссылка, потому что, например, у нас был случай, когда нашли собачку в Венгрии, люди путешествовали и потеряли на заправке. И не поняли, на какой стадии тура потеряли? Потеряли сразу же, только въехали и на заправке потеряли собачку, ее нашли. На собачке было два адресника, один был с телефоном, один с QR-кодом. За границей не будут звонить на телефон в другую страну. QR-код считали, сразу же связали с владельцем, прислали нам большое письмо благодарности, что все работает. Но если люди все равно хотят свой телефон, есть возможность на сайте Animal ID.info заказать со своим номером телефона. То есть кроме QR-кода будет еще свой номер телефона. Он очень качественно сделан. Гарантия на саму основу пожизненная. То есть всего не поломаешь, там ушка никакой не оторвется. Это металл, нержавейка, покрыта очень качественной полимерной краской, потом еще запекается лаком в печке. Мы рекомендуем носить адресник, любой адресник, всегда должен быть на животном, даже дома. Потому что есть случаи, когда животное теряется, именно там дверь еще не успели закрыть, где-то что-то хлопнуло и так дальше. Но я даже не говорю про те случаи, когда в принципе животные есть такие, которые склонны к побегам. Да, да, знаем таких. Да, поэтому для этого ошейники снимают люди дома в основном. А вот такой ремешок паракордовый, он, кстати, очень легко и удобно регулируется. Он может быть всегда с животным. И паракорд это тоже не вызывает никаких аллергий. И еще раз, это пока только в Испании исключительно? В базе данных анимал-эдинфо тоже можно добавлять ДНК-маркеры. Просто сейчас это еще не используется в Украине. Сейчас на улице по какашкам определяют хозяина? Да, да. Берут, определяют ДНК-маркеры и по базе ищут владельца и тогда приводят к ответственности. А ДНК-маркеры сейчас, это не то, как собакам, вообще всем животным делают, да? У всех животных существ есть ДНК внутри пеки, да, конечно. У них есть единая база ДНК, я тоже такое слышала. То есть просто так уже все. А, это с какой целью делать? Чтобы штрафовать хозяина или... Да, если он не угрозит своим татьям, то он, конечно. Или хозяин просто наглый, который не успевает ничего делать. И это не дешево, соответственно. И штрафы не маленькие. Да, это социальный проект, уже международный. А как, в моей прошлой голове сейчас такой взрыв, как вообще можно подсчитать бездомных животных, они хаотично двигаются? Да, да, есть методика определенная. В одно время волонтеры выходят. Город делится там на... Город делится на сектора определенного размера. И волонтеры выходят. У них есть мобильное приложение, которое мы разработали. И они ходят и фоткают собак, и отмечают определенные координаты. Они все в одно время. Сектора между собой не прикасаются. То есть есть методика. Все эти данные, они загружаются в базу данных. Это Украина. Например, в Бразилии уже считают. Скоро будет подсчет в Германии котов, в Марокко. Это уже такой международный проект. В Италии считают, в Румынии. А у нас кого-то считали уже? Да, у нас больше всего. Это все города, где был подсчет. И вот если зайти, например, на какой-то город, и здесь можно увидеть аналитику. Общее количество стерилизованных, потенциально владельческие, это те, которые на самовыгуле. Это все данные, которые важны для того, чтобы составить стратегию, план решения проблемы с бездомными животными. Дальше эти цифры уже предоставляются международным организациям, которые либо стерилизацией занимаются, либо если город работает гуманными методами, то есть без автоназии, тогда эти данные передают городу. Потому что у нас есть данные фактических GPS-локаций каждой собачки с фотографией, где она находится в системе. Очень круто. Есть полностью автоматизация городских шелтеров. Шелтеров? Что это? Шелтеров, сори. Это приюты. Ага. Самый успешный кейс у нас это ЛКП Лев во Львове. Сейчас я покажу, как выглядит их сайт. Во Львове все собаки должны иметь такой жетон с QR-кодом и с логотипом города. Уже около 14 тысяч собак имеют такой жетончик с QR-кодом. Это обязательно система регистрации. А здесь мы видим полностью аналитику по работе коммунального предприятия. Здесь можно выбрать даты, определенный период. И мы можем увидеть, сколько они отловили. У нас ловец в Львове имеет мобильное приложение специальное. Он когда только отловил животное, он его сфоткал, и мы уже в системе трекаем, кто, какой ловец ловил, время, GPS-локацию. И администратор, когда машина приезжает в клинику, она уже в этот момент заходит и видит профиль животного. И она его уже дополняет. Ещё раз. То есть это после того, как волонтёры их зарегистрировали, это мы сейчас про бездомных говорим? Или про потеряшек? Это про бездомных, но это мы уже говорим про систему автоматизации приюта. То есть Animal ID, там в рамках платформы есть проект автоматизации приюта. У ловца мобильное приложение и CRM в клинике. То есть и ловец он когда отловил, администратор в клинике перемещает. А зачем отловили? Бездомных животных, они стерилизуют и пристраивают. Таким образом... Находят дома? Да. И во Львове самый крутой показатель в Европе, 80% собак, которых они отлавливают, они пристраивают в новые семьи в течение 15 дней с момента отлова. О, ну это вообще шикарно. Поэтому там эртаназия просто не нужна совершенно. И во Львове самое маленькое количество бездомных животных. В чём ещё класс этого предприятия? В том, что самый маленький бюджет, там бюджет до трёх миллионов гривен в год. При этом это крутая клиника, это самая эффективная адопция, то есть пристройство, да, такой процент, 80%, ну мало кто похвастается вообще в Европе. Ну и вот здесь видно, сколько они простерилизовали, сколько они уже пристроили за этот период, и сколько они вернули на место отлова. Это мы сейчас ввели определённый период времени, да? Да, 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 да. Здесь в режиме онлайн-времени можно посмотреть камеры, здесь можно увидеть, в какой клетке, какое животное сидит, и посмотреть уже его профиль. Это если кто-то из людей хочет себе выбрать собаку? Да, да, вот вся информация по собачке, вот есть информация, когда она была дегельминтизация, когда она была вакцинирована, что она стерилизована, определённая информация там по характеру, и если человеку нравится животное, он нажимает «хочу высуну в это», и администратор сразу же получает информацию об этом. Круто. И они очень классно это дают. Это ещё раз как сайт называется? Это LKP-Lef, но база полностью интегрирована, это платформа Animal1info. Это же собаки. То есть одна из составляющих? Да, да, да. Один из разделов. Это любой человек может по этому питомнику зайти и посмотреть их в любую камеру онлайне 24 на 7? По этому приюту, да. То есть это по сути вообще норма, шикарно. Это муниципальное предприятие, мы это оплачиваем, и поэтому оно так и должно быть в норме. Пока у нас в Украине это дико, да, кажется. Это прям, да. Но это круто. Поэтому этот кейс, его уже знают все в Европе, и это самый успешный сейчас приют, и результативный. Он тоже во Львове находится, да? Это именно есть, да, Львовский. Это Львовский коммунальный приют, и у них же там есть ветклиника. Прямо молодцы. У них есть центр адреса. Прямо лайк. Да, у них есть центр адопции, даже с солнечными панелями, такой крутой. И буквально вчера состоялось, значит, мы запустили, такой был социальный проект, собирали деньги, и теперь у Львове есть первый коммунальный банк крови. То есть... Для животных? Для животных. Теперь животные могут сдать кровь. В Animal ID мы сейчас дорабатываем, будет возможность указать свою группу крови, и будет галочка, что я готов, моя собака готова быть донором. И вот эта фишка, она реально может спасать жизни очень многих животных. Прям вау. Прям столько крутых кейсов. Прям мега. Поставьте лайк этому видео и расскажите вам. Поставьте лайк. По Animal ID, говорю, прям мега крутые кейсы, согласен? Очень много крутых, очень много реально крутых проектов. Мы вам все даже не покажем, просто зайдите на сайте, поклацайте, но это прям реально уровень. Прям очень приятно, душа радуется, что вообще в сфере для животных вот такой вот крутой... Гигантское развитие. Левел. У нас вот для Лекси такая красоточка, такой вот красивенький, такой цветной. Такой вот беленький будет уроки. Оп-оп, сразу изучаем наши коды. Кода-коды. И это майка. Это заряжается, заряжается трекер. А у нас в Харькове, увы, насколько я, конечно, в курсе, ситуация обстоит немножко по-другому, совсем кардинально отличается от подхода Львова. У нас идет финансирование предприятий за убийство, за уничтожение бездомных животных. Поэтому даже, чтобы получить побольше бюджета, опять же, насколько я в курсе, по слухам, даже с других городов привозят нам бездомных животных для отчетности. То есть, их убивают для количества, чтобы получить побольше финансов. То есть, не ставят себе такую цель, как найти животным дом. Их ты! Делаем жетоны с логотипом клиники. Вот в доверии будут жетоны с логотипом клиники и с телефоном. Прикольно. Поэтому, например, собачка, если потеряется, ее найдут, то можно как по QR-коду, а кто не разберется, может просто позвонить на телефон доверия и администратор по базе данных быстро тоже сконтактируется. Вы представляете этот уровень прозрачности? Какой уровень доверия к этим будет приютам? Люди даже будут сбрасываться, не будут, а уже сбрасываются финансами, что предприятие может отойти от госбюджета к своим личным. Просто люди донатят свои деньги, потому что это космос, как круто поддержать такие честные прозрачные проекты, чтобы они точно развивались. Да круто бы, чтобы к такой системе все пришли, не только во Львове, и не только в Украине, а по всему миру. Ссылочку на Animal ID Info я оставлю в описании. На этом сайте есть подразделы всех проектов и приют, камеры, в общем, все проекты на сайте Animal ID Info. Ссылочка в описании, смотрите, любуйтесь и жду в комментариях от чего вы кайфанули, что вас впечатлило, удивило, а возможно у вас есть некие рекомендации, что хотите пожелать, посоветовать, может вас услышат, прочитают этот комментарий и действительно возьмут на вооружение. Все, всем пока, нажимаем на колокольчик, если еще не нажат, чтобы не пропустить следующий видос. Подписались, если еще не подписаны, лайк, комментарий, поделились этим видео, рассказали всем друзьям. Вы молодцы, вам пока, всем пока! Ребята, у нас уже ритуал, как только забегаем в доверие, сразу попить, тут самая вкусная водичка на районе. Робби искренне это поверил. Ай, в три морды вкуснятина, за мной. Субтитры сделал DimaTorzok. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...